Спустя год после прихода Васильевой на постминистра образования, эксперты говорят о том, что развитие системы ЕГЭ удалось сдержать. Угадайки по многим предметам были заменены устными и творческими экзаменами, но до полной отмены ЕГЭ пока далеко. Однако задумывался ЕГЭ совершенно не так, как сегодня представляется по факту. Об истории создания ЕГЭ и о том, кто сыграл решающую роль в формировании современного ЕГЭ, накануне ТВ рассказала депутат Государственной Думы второго созыва Дарья Митина. Принцип добровольности выбора, во-первых, дисциплин самих, во-вторых, так сказать, формы сдачи экзамена. Кто хочет ЕГЭ, кто не хочет, так сказать, пожалуйста, давать в традиционной форме. Однако законопроект о ЕГЭ, пройдя Госдуму в первом чтении, вдруг стал выглядеть совсем иначе. Получилась таинственная, так сказать, вещь, что когда мы этот закон написали, передали в Государственную Думу, он прошел первое чтение, получил уже отзыв правительства и так далее, значит, его отозвали почему-то. Значит, он был переписан в Государственном правовом управлении администрации президента, и появился совершенно другой законопроект, где, значит, ЕГЭ объявлялся вот такой железобетонной, так сказать, формой для всех обязательной повсеместно по всей территории России. Это уже совершенно другая история. И долгое время наш союз ректоров, он очень сильно сопротивлялся вот этому введению, повсеместному введению ЕГЭ, но тем не менее потом их сломали, я уж не знаю, так сказать, каким образом, кнутом или пьяником. Теперь мы собираем на себя все плевки и весь негатив, как авторы и проводники, но на самом деле мы совсем другое проводили. Лишь спустя время после внедрения ЕГЭ начались исключения из этого закона. Сначала силовые вузы, потом творческие, но полностью от единого экзамена так и не отказались. Чиновники пытаются сохранить свое лицо, не думая о качестве образования, уверена Дарья Митина. Хотя очень много негатива, очень много критики идет с мест, но проблема в том, что если от ЕГЭ откажутся, это же будет разносильно признанию того, что плохо поработали, не справились и так далее. То есть это минус в корму нашим руководителям образования. Для них это потеря лица. Они на это, конечно, идти не могут. Поэтому мой прогноз, что будут и дальше всех рисаков и потихоньку-потихоньку приниматься поправки, всевозможные исключения в закон, то есть размывание закона ЕГЭ до полной его отмены. Отменить нельзя, потому что это расписаться в собственной импотенции профессиональной, а будут потихоньку принимать поправки о всяких исключениях. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».